После освящения Георгиевского собора и первой божественной литургии, которую возглавил патриарх Алексей II, прошло почти пять лет. Инициатива его строительства принадлежит митрополиту Крутицкому и Коломенскому ювеналию. Возведено сооружение на средства жителей района, предпринимателей, прихожан при попечении главы Одинцовского района Александра Георгиевича Гладышева. И хоть по разным причинам работы в соборе к моменту его освящения не были завершены, здесь ежедневно проходят богослужения. Споры о его необходимости давно утихли, а в большие праздники он на силу вмещает верующих, став центром духовной жизни района и его визитной карточкой. Иверский храм собора поражает красотой своих уникальных икон Богородицы, написанных на Святой горе Афон и привезенных главой района. Здесь немало православных святынь, частиц мощей и великих святых. Но вот в мае 2013 года привычная картина близ собора изменилась. Появилась строительная техника. Колокольня оделась в новые леса. Начались работы по завершению его строительства. На реке Одинцовцы видели, что колокольня еще не так давно стояла в старых лесах. Она была не оштукатурена. Игра главного крыльца, главного входа в собор еще не была. Как рассказал глава нашего района Александр Георгиевич, прихожанам, рассказывал он, что администрация и приход совместными усилиями сделают все для того, чтобы ко дню города в этом году, наконец, завершить стройку собора. Собор, который стал уже поистине одной из жемчужин Одинцовского района. И представить город Одинцово без него уже невозможно. После завершения работы внешний вид Георгиевского собора должен преобразиться. Появится новый парадный вход. Именно это место сегодня укрыто забором от глаз прохожих. Работы ведет компания «Соцпромстрой» под руководством Панова. Мы помним, именно Михаил Михайлович строил и сам собор, и Улсовский храмовый комплекс, и другие объекты в районе. Однако измениться должен не только экстерьер собора, но и интерьер. Все, кто бывает здесь на Пасху и Рождество, знают, Верхний Георгиевский храм собора стоит практически без убранства, подобающего православному храму. Да, иконостас на месте. К Пасхе Господней в этом году преобразилось горнее место в алтаре. Но сделать предстоит еще очень много. Не завершено оформление горнего места в Никольском пределе храма. Ко дню города необходимо белоснежные столпы храма украсить киотами, а иконы к ним пишутся иконописцами в мастерской Палих. У колонн нет ни икон, нет ни подсвечников. В алтаре не сделаны еще витражи и даже горние места еще не завершены. До Пасхи прихожане видели, что нам удалось сделать, вот вы видите, завершить горнее место в том же стиле, как и сделан иконостас в стиле ампер. До дня города мы должны поставить киоты с иконами, установить необходимые дополнительные витражи. То есть сделать так, чтобы храм действительно выглядел как храм, и в нем было все, что традиционно должно быть в каждом православном храме. Кроме того, Георгиевский собор до сих пор дает усадку. Об этом говорят появляющиеся трещины на роскошных мраморных плитах пола храма. Их также планируется заменить. Однако все это требует значительных денежных вложений. Посчитано, на завершение строительных работ понадобится 22 миллиона рублей. С большими усилиями, с помощью людей нам удалось набрать около 5 миллионов. Но значительная часть средств еще предстоит собрать. Поэтому я обращаюсь к прихожанам, к жителям нашего района с просьбой о помощи. Без вас мы не сможем завершить начатое дело с тем, чтобы наш главный собор Одинцовский стоял во всей красе, как символ нашего района, как символ нашей государственности. Сделать это нетрудно. На сайте Одинцовского благочиния одинблаг.ру размещена информация, содержащая банковские реквизиты, куда каждый может перечислить деньги. В Иверском храме имеются специальные ящики для пожертвования. Деньги можно опустить в любой из них. На каждом вы также увидите листовки с реквизитами. В иконной лавке есть специальные листки для пожертвователей, куда можно внести имена свое или близких. Ведь за каждого благотворителя и благоукрасителя храма ежедневно возносится специальная молитва. За каждым богослужением, а всех жертвователей, а именно мы записываем их, если они хотят указать, возносится особая, сугубая молитва. Но молитва не только о них самих, но и о их близких, родных, знакомых. Молитва о том, чтобы Господь даровал им здравие душевное и телесное, чтобы Господь хранил их и их семьи, оберегал и вел по жизни. И эта молитва будет возноситься до тех пор, пока стоит этот собор. Впереди Георгиевский собор ждет роспись. Но это после окончания усадки здания. А теперь всем вместе, властям, предпринимателям, прихожанам, по мере своих сил предстоит завершить начатое. Ведь без заботы людской молитвы не стоит храм на Руси. Ольга Винтер, Одинцовская облагочиния, телекомпания Одинцова.